Дорогие друзья, начинаем сегодняшнее вещание из городка Нарвавису очередное. Я тут как-то снимал, но полностью не закончил. Вот такое прекрасное утро. Сейчас утро. Вы тут поспали. Видно, разобрана кровать. Эдуард Александрович спал. Ночью жарко. Мы минерал купили с Татьяной Владимировной. Вот такое вот спартанские условия, ничего лишнего. Телевизор такой еще. Молодежь, наверное, такие еще не видел телевизора. И вешал как-то все дела. Санузел. И стоит это удовольствие с завтраками. Сейчас мы на завтрак, кстати, на троих 54 евро. А называется это хостел Лайна или отель Лайна. Не знаю. По моим убеждениям, это какое-то общежитие советское переделанное, перестроит. Хотя, может, ошибаюсь. В кухне есть общая посуда разная. Не буду все показывать, что-то на кухне. Плита можно готовить. Чайник, СВЧ-печь и два холодильника. Вот тут мы чуть-чуть полочку подзажали. Подзаняли. Арбуз вчера хотели, так не поели. Пойдем. Вчера на пляж ходили. Еще море как море. Сегодня поснимаю. Мы еще пойдем купаться. Типа шведский стол. Ну-ка расскажи, что тут есть. Нарезки. А где это? Обещали омлет. Эдит, возьми вот эту тоже. Завозьмите. Вот это такое. Чашка кофра. Ну, короче, ладно. Буду набирать еду. Наберу, покажу, что я набрал. Библиотека. Можем почитать книги. Буду объяснять, что мы брали. Тоже Татьяна Владимировна съела свои яйца. Яичницу. Сосиска мне набрит. Овощи. Кетчуп. Две сосисона. И нарезку взяли. Маловато. Ну ничего. С утра много здесь вредно. Ну, приятного всему аппетита. Сейчас буду пробовать. Он мягкий какой-то. На утро пойдет. А что, таблет не взял? Таблет вкуснее. Ну, я так захотела. Поехали тут. Прихожая, короче. Которая «Гересекшен» называется. Вот такая погода. Там гости пробухали всю ночь. Ну, вот такая, типа, на хрущевку похожа. Вот, ладно. Гестхаус. Костевой дом. Ладно, пойдут с машиной кое-что надо забрать. И поедем на пляж. Покидаем мы это гостеприимное место. Приехали мы. Короче, тут вдоль моря идет Дорога. Я не знаю, это улица или прибрежная дорога. Вот здесь парковочка. Парковка платная. До конца дня. Ну, как бы суточная, не суточная. До конца дня. Там в любое время начинаете. Она до вечера действует. 3 евро стоит. Оплата. Через смс-ку. Вот тут надо пройти. Углубиться в лес. Лесок тут небольшой. Будем смотреть, что у нас получится. Встретили тут людей. Привет. Встретили тут людей. Они подсказали. Поинтересовались. Куда идти. Сказали, хороший пляж. Песчаный. Интересно отличается. Вот мы вчера были там, возле устья реки Нарвы. Я не снимал. Это вода пресная. Чувствуется вот это вот. Большие объемы воды из реки Нарвы выходят. И разбавляют морскую воду. Она, во-первых, не голубоватая какая-то. Как речная такая. Золотоватая. Золотоватого оттенка. И мы решили поэтому сегодня отъехать. Смотрите, как. Красивый какой. Растений. Кто знает. Расскажите, что это такое. Пока по этой дороге, я не знаю, на метров сто пятьдесят на длину шли. Комары и слепли. Активно атаковали. Ну вот, эта полоса соснового леса закончилась. И мы выходим к морю. О! Там город Силаме. Портон Силамейский. И вот оно. Побережье. А куда лучше надо пройти? Ну, пойдем. Далеко-то не пойдем. Зачем бегать? Комары. Комары одолеют. Атака. Тотмель. Хочу показать местами, не везде, но это чудо видно. Я не знаю, на камеру будет. Зеленые водоросли ночью прибивают. И запах это нет. Обычно бывает и не воняет. Ужас, как за ушами трещит. Сейчас нет. Хотя, вот здесь запах морской капусты. На некоторых пляжах, на культурных, где следят. За обстановкой там убираются эти водоросли. Видимо, их не так много. Вот там дальше их практически нету. Вот. И же гладь. Вот здесь уже вода такая прозрачная. Конечно, не голубая, но вот как она должна быть. А вот там она прямо явно речной такой. Ну, такой коричневатый. Светло-коричневатый оттенок имеет. Ладно, я как купать не буду снимать. Мне просто тут ценные вещи не хочу оставлять на пляже. Один раз меня грабанули в Греции. Не буду. Сейчас машину отнесу и приеду. И вернусь назад и буду наслаждаться. Это так вам. Я знаю, что многие в Нарвовесу были. Не только эстонцы. И россияне часто ездят. Кто не был, что самый длинный, самый большой пляж в Эстонии. Длина его 7 километров оттуда и дотуда. И за рекой Нарвы. Там уже граница. Там Российская Федерация. Он дальше продолжается, в принципе. Только там не обустроенная территория. Населенных пунктов нет. Как-то так. Ну, пойду. Ладно, машину сбегли. Обработка тут идет этими репеллентами. Короче, долили и слепнет тут целые раи. На дороге между Ихви и Мурствия такое живописное место есть. Озера Юга. Здесь место для жарки шашлыков. Вон там семейка хорошо под присева. Здесь люди отдыхают. Музыка там играет. Не знаю, за нарушение авторских прав не накажут, наверное. Ну, короче, формирование озер началось в ледниковый период. Примерно 12 тысяч лет назад. Та-та-та-та-та-та-та. Тут, короче, три озера. Вот мы подъехали. Вот сейчас мы здесь находимся. Сейчас попробуем тут. Пойдем, покажем, что это за озеро. Где? Не, все. Комары отстали. Отцепились. Такого роя нету. Вот тут люди отдыхают. И вот такое. С голубой водой. Не с голубой, а с зеленоватой водой. Не знаю, как на камеру будет видно. Люди сидят отдыхают. Живописное место. Пляжик тут сделан. Ты куда пошел? Ты обрезка. А-а-а. А чего ты? А там комары. Закрызли? Да. Ледик боится. В воде? В воде кусает что ли? Да, я уже три штуки. А-а-а. Наклоны? Не, на глазу вон сидит. Я же вижу. Вот. Короче, такое место. Единственное, да, тут напасть. Слепни. И рыбы вокруг меня. Как упадет, слепни. Да? Ага. Не, место хорошее. Ага. Вода, наверное, теплая. Не, вода вообще теплая. Тепая, да? Да. Мы на море-то были там так. А на каком море? В Нарваису. Мы оттуда. А вы уже сегодня были, да? И как вода была? Ну, бодрящая. С утра бодрящая. А вот вчера вечером были нормальные. Теплые. Да, вчера она была хорошая. Да, вчера теплая была. С утра видно чуть-чуть остывает. Да, это прям с утра нормально. Откуда вечер дует? Ну, а тут бабочки красивые. Не боятся ничего. Желтые. Паническое бегство. А я не знаю, меня никто не кусает вон. Короче, я хотел показать здесь. Там тоже такая же инфраструктура. Места для посиделок. Туалет вон. Колонка с родной. Место для жарки мяса. Иди отсюда. Единственное, для полного колорита не хватает этой смотровой вышки. Так место ничего. Аккуратно. Единственный минус. Я не знаю. Только если с собой больше репеллента набрать. Слепни. Даже не комары. А слепни. Такие крупные, нахальные. И кусаются. Жалятся больно. Такое типичное место. Место очень хорошее. Оно как бы на высоте находится внизу озера. Зубописное. Поймем дальше. Находимся мы сейчас на берегу озера Райговсвера, хотя берега не видно. Подъем идет вот там. Вот сейчас мы его увидим. Кстати. Поднимемся на смотровую вышку. Находим сейчас местечки, местность называется Ворема. и вот здесь на берегу озера райгаствере находится смотровая вышка вот она здесь мы сейчас поднимемся и будем смотреть окрестности там кайвере озеро элиствере сойтьярв садьярв пикярв короче такие вот они длинные расположен в одном направлении запада северо-запада на юго-восток как движение ледника было нарезан сейчас пойдем смотреть поднялись на самый верх слепней тут нет к счастью это радует и вот такие вот виды открываются вот это озеро райгаствере ветер тут сильный дует может будет шумно красота зеленая все церковь там вдали какая-то а где город тарта покажи к своим пальцам там что отсюда далеко не видно вот сюда конечно отсюда ведь открывается там ходить нельзя вообще там частная земля написано частная собственность и берег чужой и с той стороны тоже самое то есть озеро есть на него не попасть а татьяна владимировна машине сидит о но и на этой приятной нотке на этом приятном моменте буду прощаться всем хорошего и следующих прогулок пока здоровья вам всем долгих лет жизни и прекрасного настроения